Всем привет! Меня зовут Вика. И сегодня мы с вами давайте-ка попробуем посмотреть новый расклад Таро для мужчин. Довольно такой интересный. Знаете, я долго думала, стоит ли снимать на эту тему. Но всё-таки думаю, наверное, стоит, потому что это, может быть, поможет как-то, ну, немного обнадёжит, может быть, кого-то из вас. Да, вот я заранее хочу извиниться, да, вот я никого не хочу обидеть. Но всё-таки я думаю, что сегодняшний расклад Таро, может быть, вселит в кого-то надежду какую-то, да, может, поможет в чём-то разобраться, да. Итак, давайте-ка посмотрим сегодня расклад Таро для мужчин. Ваша интимная жизнь в дальнейшем, да, вот. Может быть, у кого-то сейчас вообще не лады с этим, да. Это как бы, ну, такая тема очень пикантная, да. Может быть, кто-то из вас подумает, что вот, это очень личное. Но, извините, я очень так обобщённо, очень деликатно эту тему коснусь, да. Я не хочу никому как бы заглядывать и рассматривать нижнее бельё, да. Но всё-таки давайте посмотрим, потому что у кого сейчас вот именно проблемы в этой сфере, да, некоторые люди могут очень сильно переживать, да, что же будет дальше. Может быть, это и дальше так останется вот на таком вот уровне, как сейчас. Может, у кого-то вообще вот в этой сфере сейчас вообще глухо, да, ноль, вообще никого и ничего нет, да. Вот я уже так стараюсь слова подбирать, чтобы очень осторожно сказать. Давайте-ка посмотрим, да, попробуем разобраться. Может быть, дальше всё и наладится. Итак, смотрим, что сейчас в вашей жизни происходит. Так. Вот сейчас вот это то, что, знаете, вот я как чувствовала, то, что я вот сказала. Рядом сейчас с вами я не вижу вот постоянной женщины, да, вот. Не вижу стабильных отношений. В вашей жизни есть какая-то грусть, тоска, тоска за женщиной. Именно вот тоска за женщиной, которая сейчас находится далеко, да. Вы вроде бы вот и между людей находитесь, да, и работа, там, может быть, друзья, приятели. Но как-то всё равно у вас на душе тоскливо, вот грустно, да, вот как-то вот. Ну, нет счастья, не ладится ваша жизнь на данный момент. Вы вот как-то себя чувствуете, знаете, вот как отшельник, вот какое-то одиночество. Сказать, допустим, что ваша бурная жизнь, личная жизнь, да, вот, хлещет через край, я этого не могу сказать. Потому что вот, ну, нету той женщины, которая зацепила вашу душу, да, которая бы могла вселить надежду на то, что брак с ней возможен, да. Вот на данном этапе такой женщины нет. А, соответственно, я не вижу, вот, ну, как же сказать, да, вот, чтобы так культурно-деликатно. Я особо не вижу, да, такого вот бурного расцвета интимной жизни на данном этапе, я ещё раз подчёркиваю. То есть у кого-то, может быть, вообще её нет, либо же это какие-то крохи, да, там, ну, попадаются какие-то, может быть, лёгкие отношения, так скажем, да. То есть в этой сфере сейчас проблема у некоторых из вас проигрывается. И проблема довольно такая, знаете, вот, ну, болезненная, потому что всё-таки физиология есть физиология, да, потребности какие-то есть. Но просто вот рядом сейчас возле вас нет женщины, с которой вы могли бы вот заниматься этим вот с удовольствием, да. Потому что, ну, вот, судя по раскладу, ну, вы, ну, не гулёна, по крайней мере, уже сейчас на данном вот этапе, да. Вы не будете менять женщин как перчатки, вы, может быть, даже и брезгуете, да, ну, как бы, ну, не на помойке же себя нашли, чтобы со всеми подряд спать, да. Вы очень так скрупулёзно к этому относитесь, да, и плюс сейчас очень много разных букетов, грубо говоря, можно подцепить, да. Если со всеми подряд спать. Ну, как-то вот вы, знаете, вот вы к этому делу подходите очень и очень как-то вот, ну, трепетно, что ли, да. Это должна быть женщина, с которой вот есть чувство, да, вот есть какая-то взаимность. Ну, по крайней мере, вы так считаете, вы хотите так, да. Да, вы не будете бросаться на каждую женщину, поэтому, конечно же, у вас сейчас, может быть, вот есть какая-то, скорее всего, ну, нехватка этого, да. Да, вот гормоны вроде бы бьют через край, да. Понятно, что воздержание, оно на пользу не идёт, да, но мужчины как бы уже взрослые люди, вы знаете, как с этим бороться. Даже если никого рядом нет, я как бы в прямом эфире не буду вам об этом рассказывать. Ну, все взрослые люди. Это уже в самом худшем случае, как с этим бороться, я думаю, каждый из вас знает, да. Давайте-ка посмотрим, что будет дальше в этой сфере в вашей жизни. Наладится ли ваша личная, интимная жизнь вот дальше, что же будет. Вот знаете, чуть попозже туда, через какое-то время в вашей жизни появится женщина, но женщина, на которую вот вы сразу не наброситесь, да, вот есть женщины, с которыми мужчины, ну, сразу, да, там, грубо говоря, переспали и всё, и пошли дальше. Эта женщина, вот она вам понравится, вы будете, знаете, вот даже как-то бояться в каком-то смысле её спугнуть, вот каким-то вот неосторожным отношением, может быть. Вы будете вот как-то бояться вот, чтобы её не обидеть ни словом, ни действием, да, вот она настолько будет вам симпатична, она будет для вас очень интересна, да, вот женщина, с которой есть о чём поговорить, потому что, я думаю, вы знаете, далеко не с каждой женщиной можно о чём-нибудь поговорить вообще. Есть масса примеров, когда с женщиной знакомятся мужчины, вроде бы красивая фигуристая, но рот откроет, и мужчине хочется сбежать, да, но такое есть. Напишите в комментариях, была ли у вас такая женщина, что хотелось сбежать сразу, вот. Поэтому вот будет такая вот ситуация, да, эта женщина довольно судьбоносная, я вам скажу, у вас проигрывается, что может быть с этой женщиной даже семейная жизнь, да, вот. У кого-то может быть гражданский брак, но очень и очень такая вот стабильная, очень такая вот, знаете, вот идёт даже какая-то энергетика тепла, энергетика любви, вот. Вот абсолютнейшее такое, знаете, вот согласие какое-то, хотя у вас будут поначалу, да, вот когда вы только встретите её, вот будут сомнения, да, вот. Она вам вроде бы и понравится, но как-то вот, знаете, вы, вот эти вот сомнения, они вообще, вот вы по жизни сомневающийся человек, и они вам не дают покоя эти сомнения. И вы снова начнёте, получится, не получится, а как оно пойдёт, не пойдёт, да. Но дальше уже, когда вы разнакомитесь с этой женщиной, да, вы будете бояться её потерять. Вот этот вот страх потери, потому что, ну, вы увидите, вы поймёте, что это та женщина, которую лучше не терять, потому что таких женщин сейчас очень и очень мало, потому что вы себя вот как-то без неё будете чувствовать вот одиноким, да, вот вы настолько с ней вот как бы срастётесь, да, вот как две половинки, настолько вам будет комфортно и гармонично с ней, что у вас вот страх потери, это будет просто зашкаливать, да, вот. Только бы не обидеть, только бы не потерять, да, ну, без фанатизма, конечно, тоже надо бояться. Вот, а что же будет со страстями у вас? Давайте-ка уточним наш главный вопрос, да, если сейчас у кого-то не ладится. Ну, вы посмотрите, у вас просто вот огонь будет гореть, да, вот ваша именно интимная жизнь. У вас настолько будет вот как-то с этой женщиной вот яркий, красивый вот интимный момент, да, вот интимная жизнь будет настолько яркой, настолько вот, я не знаю, вот просто будет дух захватывать. У вас давно вот таких страстей не было, я вам скажу. Женщина сама по себе очень такая активная. И, знаете, вот похоже, что вы давно ждали такую женщину. Вот как-то у вас такой женщины, может быть, давно не было, да, вот именно в интимном плане. Потому что, как, ну, все мы взрослые люди, да, можем как бы говорить об этом. С разными партнерами у нас разная интимная жизнь, да. Кто-то более умелый, кто-то более раскованный, кто-то больше, я не знаю, больше опыта, больше знаний в этом. Да, кто-то просто лежит как бревно, грубо говоря. То с этой женщиной, вот она, знаете, она и умеет, и знает, и плюсы. Очень здорово, когда люди сходятся по темпераменту, да. Потому что, ну, я думаю, вы тоже, может быть, знаете об этом, что когда вот люди сходятся у одного темперамент, ого-го, что ему давай, давай, да. А, ну, часто женщины, конечно, этим грешат, что то голова у них болит, то не хочу, то не могу, то еще что-то, да. Вот. Поэтому вот какая-то вот несовместимость темпераментов, она тоже очень большую лепту вносит, да, в отношения. И кто-то из партнеров, да, начинает даже, может быть, страдать, вот, от нехватки, вот, какой-то, вот, ну, потребности, да, заботы, ласки, вот. Хотя есть, конечно, и среди женщин такие, что, знаете, вот, вспомнился один анекдот, да, когда муж на четвереньках вылезает из спальни весь мокрый, потный и говорит, да что ж такое, у всех жены как жены, а у этой никогда голова не болит. Ну, вот как-то вот эта женщина, наверное, больше к такой ситуации относится, что у нее никогда голова не болит. Вот. Поэтому, дорогие мужчины, если у кого-то из вас сейчас есть проблемы вот именно в интимной сфере, да, может быть, у кого-то вообще нет никакой интимной жизни, то, ну, не расстраивайтесь. В общем-то, да, у очень многих людей бывают такие периоды, периоды затишья такого, да, когда нет вообще никого. Ну, а по помойкам лазить, ну, вы же все-таки не дворовые псы, грубо говоря, да, чтобы подбирать всякую падаль, да. Поэтому, ну, уж как-то перетерпите, да, есть другие способы разрядки, когда человек сам может разрядиться, да. Ну, а что делать? Ну, бывают разные ситуации. Ну, хотя, конечно, каждый из вас будет выбирать сам, да, как ему разряжаться, не разряжаться, либо же потерпеть. Вот. Это уже, конечно, ваше будет личное дело каждого. Ну, то, что я вижу, у вас и ваша личная интимная жизнь в скором времени наладится, и она будет очень и очень бурная. Вы еще наедитесь интима. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok